Определенно, ребята, определенно у меня что-то особенное, связанное с этими крутилками Вы просто посмотрите, как она ве... Ой, какой тугой ход А значит, подносишь руку, она просыпается, показывает обложку в середине Ёлки-палки, это ж какая красота, ой, я просто не могу Больше крутилок богу крутилок Вообще лучшее изобретение, мне кажется, хай-фая 21 века, вот эти вот крутилки А это я, ребята, еще вам что покажу про новую пластинку Апекс Твина О, такое вы такого еще не видали, так что не переключайтесь, как обычно Итак, друзья, это новые, ну как сказать новые, я с ними на выставках и разнообразных мероприятиях Мне уже, кажется, с полгода участвую Но теперь они впервые на наших, на ваших голубых экранах Это активные колонки Кабас Реалто Или Реальто, интересно, как правильно говорить теперь Да, не только активные, но и беспроводные Про фирму Кабас, надеюсь, рассказывать не надо, ну ладно, для проформы Это те самые безумные французы, которые уже много десятилетий делают коаксиальные колонки В основном в шарообразных корпусах, и там они двух, трех и даже четырехполосные Ну и, собственно говоря, здесь все тоже сделано по тем же лекалам, только что корпуса не круглые Да, кстати говоря, собственно, активные свои шарики многополосные, они делают уже довольно давно И флагманская же такая модель, кстати, не только активные, но и, собственно говоря, с медиафункцией То есть с плеером, а не Балтика, а Pearl, по-моему, это называлось, мы же вроде снимали про нее И как вспомню, так вздрогну, там, значит, надо было флешку с музыкой втыкать сзади в подставку И потом, значит, запускать оттуда музыку Не так все, к счастью, у Реалто Между прочим, помните, недавно мы снимали про Кабас Абис Усилитель, который тоже со стримером, устремитель, да, мы так теперь это называем Который может любую стереопару пассивную превратить вот в такой вот, значит, актуальный медиакомплекс Ну, собственно, что самое интересное, и Абис, и эти Реалто, это вот их новая медиалинейка То есть это устройство из одного, ну, не класса, потому что, ну, в общем, из одного раздела на сайте Кабас Но, однако, между Абисом, хоть он и бездна, и Реалто, реально практически бездна Потому что Абис-то нормальный, да, такой крепкий хай-файный усилитель, все там играет, все хорошо А вот эта, а вот эта уже штучка гораздо посерьезней Ха, кстати, им я уже обязан очень многим В частности, изобретению нового формата, который мы теперь используем, так сказать, для разнообразных увеселительных онлайн... Офлайновых, извините, мероприятий Это все как раз мы придумали в магазине АДК в Петербурге, где эти штуки демонстрировали, и в них был воткнут проигрыватель Торренс, потому что там есть аналоговый вход И на них я ставил, собственно говоря, пластинки, и у меня родился этот формат, который, кстати говоря, если будете... Надо придумать ему название, может быть, кто-нибудь подскажет в комментах, как это назвать, потому что схема какая Я до мероприятия иду в магазин в какой-нибудь, покупаю там десяток пластинок, самых разных, которых еще не слышал И потом мы собираемся уже все вместе с публикой и начинаем их распаковывать, слушать, оценивать качество записи, оценивать качество содержания Бывают очень ржачные и весело, потому что то нам там, понимаете, голоса земноводных, или там легендарный сом со звуками выпугивания То, понимаешь, какой-нибудь нойс, то Майлз Дэвис тоже культурный, то, может, какой-нибудь Курензис В общем, большая палитра, и это всегда проходит очень весело, потому что непредсказуемо И все благодаря Реалта на них мы в первый раз-то попробовали Потом на Фрэш Хай Файе было у нас такое же, опять же, в Питере В Питере? Ну да, в Питере Сейчас, сейчас, сейчас Ну, а, на саундвестах мы тоже таким развлекаемся Но это уже другое Давайте по порядку Итак, что же собой представляют эти колонки? Значит, ну, во-первых, это трехполосная конструкция И да, это классический кабасовый, 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 кабасовый коаксиал на трех полосах Значит, ну, вот смотрите, здесь в середине твиттер Причем, обратите внимание, вот это вот подвес твиттера, да А вот это среднечастотник, и это не просто кусок купола, да А это вот целая конструкция Здесь вот еще вот плоская составляющая И это все среднечастотный излучатель Да, ну, есть еще и басовик Он сзади занимает практически всю заднюю панель Тоже из карбония Длинноходные все дела Ребят, и это активные колонки с таким усилением Такого усиления я не видел, честно говоря, до сих пор нигде Потому что вот вы просто на циферке посмотрите Точнее, послушайте Здесь в каждой колоночке три усилителя На басовик идет усилитель, у которого RMS 450 ватт Именно RMS В пике он фигарит, естественно, да, те самые 900 Вообще у всех этих усилителей пик в два раза больше, чем RMS Но в паспорте по-честному написан RMS 450 на басу, 300 на середине, 300 на ВЧ То есть 1500 ватт RMS в каждой колонке Опять же, обе колонки втыкаются в сеть И, собственно говоря, ведущая, и пассивная Но она не пассивная Там полноценная такая же система усиления С работой на все динамики и так далее Соединяются они абсолютно независимо друг от друга То есть это не то, что все встроено в эту штуку А тут какой-нибудь соплей подсоединяется ведомая колонка Нифига такого Они обе полноценные в каждой по 1050 ватт RMS Нафига тут столько дури, друзья, вы спросите И я вам отвечу Потому что здесь еще одно есть невероятное Это колонки реально небольшие Мало того, что они небольшие Это еще и закрытый ящик Чтобы заставить закрытый ящик полноценно громко Ну и масштабно звучать Там реально нужно невероятное количество мощи А что такое закрытый ящик? Это значит, что никаких проблем с фазоинвертором С призвуками, с неестественностью, собственно говоря Фазы в низкочастотной области С заводками комнаты И проработка низкочастотного диапазона вообще другого уровня совершенно То есть ZYA это, конечно, то, на что стоит молиться И ребята сделали именно ZYA Трехполосный, вот в таком корпусе Коаксиальный Кстати Низкочастотный-то динамик, в принципе, тоже стоит на той же оси Только что дует назад То есть, в общем, он тоже часть коаксиала О подключениях Мне понравилось, что супер минималистично сделано Но, на мой взгляд, вот они взяли ровно те входы, которые нужны Есть оптика Для подключения какого-нибудь цифрового источника Есть вход на RCA аналоговый, если вам понадобится винил какой-нибудь врубитель Или что-нибудь старое, да, какое-нибудь из ваших старых аппаратов Кассетную деку Катушечник Ладно И есть HDMI ARC Чтобы с телеком работать И опять же, HDMI ARC, как вы помните, позволяет регулировать громкость девайса С пульта телевизора Это все работает То есть, реально, они все самые фэнси функции взяли Ну, то есть, они стали делать там еще коаксиал Две оптики Потому что все равно никто так много всего не подключит сюда Сделали все необходимое Мне это нравится Вот это реально те входы, которые бы я использовал Даже я Даже ее, у которого тут понимаешь Но это классно Никаких, понимаете, лишних дырок Ну, понятное дело, что есть соединение с интернетом И есть Bluetooth, конечно же Опять же, по AirPlay показывают тоже обложечки На этом экранчике замечательном, на крутилке Я не знаю, будете ли вы часто на него смотреть Но сам факт, честно говоря, меня прям завораживает Потому что они офигенно выглядят Да, мы же сейчас показываем эту обалденную заклейку сверху Как выглядит эта обложечка на маленьком, но хайрезном экранчике Класс вообще Вот такие штучки я очень люблю в дизайне Когда вот такая вот мелочь, которая, в принципе, может быть и не нужна Но она проработана идеально Уважаю за это Да, естественно, кроме AirPlay'ов и тому подобных Google Chromecast'ов Да, как там это все называется, забыл В собственном приложении Можно прописать стриминговые сервисы нормальные Все эти там кабузы Тайдл нам уже не пригодится, я боюсь Дай бог, чтобы кабуз еще поработал Ну, в общем, кабуз у нас тут стоит И прекрасно работает И замечательно играет Один, правда, есть нюанс Который вам стоит знать С точки зрения подключения Значит, вы воткнули И одну, и другую колоночки в сеть В принципе, они между собой могут связываться тремя способами Насколько я понимаю, по воздуху Ну, типа, по Wi-Fi Или аналогу Значит, есть специальный линк-разъем На ТОС-линке То есть, это оптический провод Который соединяет просто Используется только для соединения колонок между собой Кстати, почему-то в инструкции написано Что это оптимальное соединение Оказалось, что это не так И есть третий, более извращенный способ Потому что в каждой из колонок Есть вход Ethernet Для того, чтобы втыкать их в сеть Соответственно, можно воткнуть их оба проводами Их обе проводами Ethernet В ваш свитч Так вот Про беспроводное соединение вообще забудьте Потому что там такое происходит Там такой, очевидно, поток данных между колонками Что выпадения просто летят Вот где мы не пробовали Нигде это не работает Ну как? Работает, но бесит Значит, выпадения и по оптике тоже присутствуют Конечно, в гораздо меньшей степени Но... Ну как? Какого черта? Ну ты втыкаешь Ethernet Вот там уже пропускной нормальный этот самый канал И вот тут-то они раскрываются как положено Ну, понимаете Это все-таки активная штука Вам все равно каждую колонку надо будет проводом в розетку втыкать Ну, подоткните туда еще и Ethernet К счастью, можно длинным проложить И он, в принципе, незаметный Но надо Да, но здесь еще приколов полна коробочка Потому что получается же, что в каждой колонке у нас триампинг Причем честный Усилки стоят непосредственно на выходе на диффузор А перед ними уже только стоит предусилитель И все эти там ДСП, эквалайзеры и ежесними кроссоверы И вот их-то можно разнообразнейшими способами крутить Опять-таки из того самого фирменного приложения Во-первых, колонка позволяет настраиваться под помещение Насколько я понимаю, настраивает она именно уровень низкочастотного излучения Как обычно, несколько минут Да, по-моему, даже меньше Полторы минуты что-то такое Она, значит, что-то там делает И, в общем, одна колоночка настраивается Потом другая Все, потом финализируется И эту настройку, когда ты ее провел Ее можно включить и выключить Если тебе вдруг не понравилось Что там получилось Честно говоря, мы экспериментировали довольно много уже с этой историей И вот в условиях выставок, например, очень помогает Потому что, как правило, это происходит в отелях У них гипсокартонные стены И, соответственно, проблемы с базом прямо лезут Вот, ребят, когда вы ходите на выставку Вот только что была, да? И начинают люди Нет, гудит, плохие колонки Гудит не из-за того, что колонки плохие Из-за того, что комната Говно Даже в вашей хрущевке стены лучше, чем в этих отелях Да Но, как раз в нашем случае Ну, у меня в комнате Честно говоря, вообще разницы никакой не было Но, опять же У меня тут нестандартное расположение Я ставлю эти колоночки Прямо, ну, не в центр комнаты Но по 2 метра примерно от всех стенок То есть тут проблем с басом На борьбу с которыми рассчитана, собственно говоря, эта система Практически не возникает Но здесь есть еще 3 опции, которые можно крутить Значит, во-первых, можно, в принципе, частотный баланс менять Их там, по-моему, 5 предустановок Начиная от вообще полный бас Кстати, рекомендуется для установки на улице То есть, на улице Ну, может, на веранде их можно поставить Я не думаю, что они водоустойчивы По крайней мере, про это ничего не написано И вообще там Бу-бу-бу-бу-бу-бу И до вообще там такого яркого верха И очень прижатого низкочастотного диапазона Ну, предсказуемо Настоящие пацаны выбирают нейтраль И делают правильно Да, еще есть, естественно, 3 предустановки баса Ну, вот это уже классика Типа в свободном полете Тогда баса больше всего у стены И, по-моему, в углу, что ли Ну, что-то такое Вот это реально полезная штука Потому что у вас они будут стоять где-нибудь на полочке Может быть, в шкафу с книжками А может быть, вы их вытащите на Не на полочку, а на какую-нибудь вот тумбу Которую перед телевизором А, например, телевизор у вас стоит посреди комнаты Да, так бывает в модных домах В общем, у меня как раз вот свободная Предустановка свободное положение То есть, вот в центре комнаты Прямо идеально сразу такой баланс баса хороший Опять же, не преувеличенный, а хорошо проработанный Ну, в общем, нормально, это все работает Так, можно, наверное, уже переходить к звуку Да, но Сначала Главный аттракцион нашего бложика И я хотел бы поцеловать ее во фланец Сами знаете, зачем Ну, малыш Да Металлический Ты же моя хорошая А теперь я вам покажу удивительное Это, друзья мои Новая пластинка Apex Twina Ну, и даже не то чтобы пластинка А так и пишка из четырех треков Что мне особенно нравится Нигде Ни каких-нибудь данных о релизе Ни трек-листа Ничего вообще Только исключительно какие-то вот непонятные Значит, фракталы Потому что весь трек-лист и остальное Было напечатано на наклейке Которая была сверху на пленочку нанесена А пленочку отсюда даже задроты вынуждены будут сорвать Потому что посмотрите, как эта штука открывается Я такого реально еще не видел никогда А? И пластинка выпадает И у вас такой вот 3D такая вот фиговина Обалденная Она же, видишь, она не раскрывается Короче, это вот как эти книжки-раскладки Помните, были советские? Я прибалдел Ну, музыка прекрасная, как всегда Apex Twins и игры довольно мелодичный Такой спокойный набор песен Там щелкодня приятная Короче, ребята Самый прикол в том, что у Apex Twina Есть специально для этих целей Выпущенное приложение с непроизносимым названием Из какого-то набора букв Но вы погуглите там что-нибудь типа Приложение Apex Twina Для того, чтобы посмотреть на там ИП, забыл, как оно называется Ты скачиваешь его в App Store Есть для айфонов Наводишь телефон на эту штуку И вот сейчас появляются заклейки Что с ней происходит Это обалдеть На одну сторону наводишь Появляется какой-то Квадрокуб Из нее вылезает На другую сторону наводишь Там, наоборот, дыра в полу И туда уходит какая-то фигня Каждая сторона Собственно говоря Конверта самой пластинки Внутри тоже играет И дает тебе вот эти вот красоты Причем одновременно играет музыка Естественно у тебя в телефоне Это выглядит, я вам скажу Я залип минут на 20 Просто вот пока снимал вам эти кадры Ну с ума сойти Крайне рекомендую вам купить этот винил И так же развлечься Вот это я понимаю Современный подход К изданию музыкальных альбомов А вот это медиаискусство Черт возьми Ха, так вот Как же звучит Риальто Во-первых Это действительно уже претендующие На хай-энное качество Звучания штуки Это уже серьезный звук Для серьезных господ Утонченность Вот что их отличает От любых активных собратьев Потому что здесь Это такая проработка фонограммы Причем Что интересно Кстати говоря Именно эта утонченность И не дает Как правило Оценить эти колонки Где-нибудь на выставке Или на проходе Это сделано Для нас Для аудиофилов То есть Тот же функционал Беспроводные колонки Да, активные Да, со стримингом Но Ха-ха Уже абсолютно аудиофильские Ну, не зря за я Понимаете За я Тот бас Та проработка баса Его глубина Которая есть здесь Никакой фазоинверторный Пусть даже тоже активный По уму сделанный собрат Рядом Даже не сядет Отлетит сразу Нервно в сторонку И получит еще сигаретку В зубы Чтобы нервно же курить Опять же Из-за этого Из-за того, что они Утонченные Сложные На выставке Ты Ну, типа Ну, что-то там такое Чего-то они там Что-то как-то Пронзительно звучат Нет, они не пронзительно звучат Они звучат Невероятно прозрачно И это начинаешь слышать Только когда Обстоятельно Сядешь их послушать В правильном подключении С правильным Хорошим источником Вау Я обалдел Причем Ну, я послушал кучу В самой разнообразной музыке Вот начиная от Апикс Твина И заканчивая там Кур Энзисом И вообще Сошлось все на том Что я потом Часов пять На них просто Крутил Академические записи Новые релизы Которые там Рекомендовал Кабуз Просто потому что Невозможно оторваться И Почему невозможно оторваться От на самом деле Серьезной музыки Потому что Это серьезные колонки У них звук Такого уровня Который позволяет Раскрыть Самую серьезную музыку Самую взрослую Самую умную И раскрыть так Что ты оторваться не можешь Так что, ребята Вот эту штуку Нужно обязательно Не просто увидеть И услышать А Расслушать И когда Расслушаете Вам больше Ничего не надо Честно говоря В таком формате Я уж молчу Прокрутил Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому